это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня раньше обещано варяжский путепровод заработает уже завтра работать с людьми накануне дня почты награждали отличившихся новые вызовы в школе безопасности сегодня соревновались на воде движение по ряжкому путепроводу открыто правда по временной схеме только прямо без возможности повернуть после съезда об этом в своем телеграм канале заявил губернатор павел молков напомню региональные власти выкупили в путепровод участников примерно за 309 миллионов рублей и сейчас проезд станет бесплатным привели в порядок сам путепровод пишет губернатор сейчас проектируем съезды к селу петрова также отремонтируем два участка дороги ряжк-касимов нижний новгород на подъездах к путепроводу все работы завершим до конца осени накануне всероссийского дня почты а в этом году он выпадает на воскресенье 9 июля награждали особо отличившихся сотрудников госкомпании цель праздника показать высокую значимость отрасли для страны и граждан в частности ирина иванова проработала на почте 21 год а началось все с родительского примера ее мама была начальником отделения часто брала ирину с собой она с детства помогала перебирать письма и посылки а затем стала почтальоном через четыре года переучилась заменила маму в должности начальника отделения нравится наверное с людьми работать не знаю привыкла уже сегодня в день почты ирина иванова получила ценный подарок губернатора рязанской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу всего же сегодня вручили 77 ведомственных и корпоративных наград но самое главное остается человек самый основной который работает с населением население к вам относится очень очень уважает и для почтальона встреча с каждым человеком она возможно знаковая но ответ у человека вы почитаем как свет в окне особенно наших отдаленных сельских районов история почты россии насчитывает более тысячи лет наша одна из старейших европе ежегодно почта россии обрабатывает порядка двух с половиной миллиардов писем и счетов и около 194 миллионов посылок а также обслуживает больше 20 миллионов подписчиков россии в рязани 32 отделения здесь трудится 800 сотрудников а сегодня 14 из них украсили доску почета у фпс рязанской области еще одну дату день семьи любви и верности в россии отмечают днем ранее 8 июля в этом году дата приходится на субботу а вот мероприятия посвященные начались заранее и стартовали с лесопарка солнечный жаркий июльский день любимый горожанами лесопарк и праздник который в списке официальных появился не так давно впервые его отметили на государственном уровне в 2008 очевидно праздник пришелся очень по нраву людям с тех пор каждый год в честь него проводят массу мероприятий в которых с удовольствием принимают участие жители и городов и сел и деревень праздник день семьи и любви верности наверное один из самых значимых праздников в россии я думаю со мной ноги согласятся а дети они впитывают как губки они видят что происходит и именно совместное пребывание родителей и детей прививают такие ценности такие радости какие в будущем это наше будущее поколение именно мы их растим и благодаря таким праздникам конечно наши дети учатся видеть самое лучшее и самое замечательное семейные ценности о которых так много говорится в последние годы это то что можно объяснить собственному ребенку лишь действиями и примером праздник посвященной семье один из способов воспитать здоровое поколение мастер-классы игры рисунки на асфальте танцы и песни и все это в сопровождении рассказов о традициях наших предков всем участникам сегодня дарили ромашки символ воистину народного праздника впрочем в некоторых регионах страны день семьи любви и верности отмечают с тревогой и грустью все дело в снижении уровня рождаемости в двадцати восьми регионах россии наступила так называемая демографическая зима об этом на совете федерации заявила вице-премьер татьяна голикова к удивлению чиновников детские сады материнский капитал и другие меры финансовой поддержки пока не дают ожидаемого эффекта демографическая ситуация в стране медленно но верно идет на убыль если в девятнадцатом году общий коэффициент рождаемости то есть количество новорожденных на одну тысячу населения составлял 10 и один то в прошлом году он опустился уже до восьми и девяти а за четыре месяца этого года до восьми целых пяти десятых пункта по этому показателю россия находится ниже 190 места в мире и это явно не соответствует национальным целям развития за чечню дагестан алтай якутию власти спокойно вот центральные регионы в так называемой демографической зиме есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки особенно это касается ленинградской смоленской рязанской тульской владимирской пензенской орловской саратовской тамбовской областей и республики мордовия ответ на вопрос почему женщины не хотят рожать в целом так или иначе завязан на финансовых возможностях основными причинами молодые женщины 20 29 лет называют отсутствие семьи жилья и нормальных доходов четыре с половиной миллиона россиянок репродуктивного возраста вообще без детей а 4 3 миллиона с одним ребенком региональные программы повышения уровня рождаемости а их 82 пока эффекта не приносит поэтому три региона войдут в пилотную федеральную программу цель проекта создание благоприятной среды для проживания задача увеличения рождаемости требует межведомственного подхода и взаимодействия основных участников включая здравоохранение образование социальную защиту культуру промышленность сельское хозяйство транспорт и дороги чтобы добраться до социальной организации строительства жилья для семей с детьми без развития соцобъектов конечно демографическая яма будет все глубже заявила татьяна голикова так что здесь тоже есть где прибавлять слово лайфхак в русском языке уже успешно заменило выражение житейская мудрость в этот раз уже не житейской а финансовой мудростью поделились специалисты центра банка как провести свое лето с пользой для кошелька расскажем далее первый дачный лайфхак касается финансового планирования то есть элементарного учета доходов и расходов например уезжаете на дачу на все лето расходы на коммуналку сократить очень надо в этом случае заявление на перерасчет нужно подать в мфц например исключить на период отсутствия плату за вывоз мусора нужно только уточнить ведомстве какие документы для этого нужны сезонные товары в супермаркетах и на виртуальных витринах интернет магазинов могут серьезно растрясти ваш семейный бюджет а между тем не исключено что некоторые вещи или их аналоги еще с прошлого сезона хранятся в ваших колдовых поэтому будет не лишним проверить свои запасы и соответственно составить уже список что действительно вам необходимо в этом сезоне это поможет в дачный сезон не наступить на грабли неразумных трат сэкономить говорят можно и на транспорте элементарный совет пересесть с авто на велосипед или самокат и на бензин уходит меньше и на свежем воздухе можно побыть подольше чтобы во время длительного отсутствия не беспокоиться за свой дом можно воспользоваться страхованием например один вид полисов позволит компенсировать убытки если вашу квартиру залили соседи а другой поможет в ситуации когда уже вы стали виновником коммунального чрезвычайного происшествия подобрать полис под свои услуги легко на финансовом маркетплейсе пятый лайфхак будет о запасливости что называется готовь сани летом сейчас говорят пора начинать думать о новогодних подарках выйдет и дешевле и к празднику успеете но и главное можно составить финансовый план на грядущие месяцы чтобы не только лето прошло с пользой сегодня в школе безопасности весьма насыщенный день причем сразу на трех локациях на одной из них за населенным пунктом льгова ребята состязались в скоростном маневрировании на лодках и спасение утопающих спасательные работы на акватории состоят из нескольких этапов умение маневрировать на воде в лодке входить в ворота спасение тонущего рыбака из перевернутой лодки а также с условной льдины ну и конечно главные технические элементы подачи в цель спасательного круга и конца александрова понятно что новичков в этих дисциплинах нет все все знают но зато есть течение которое на итоговую оценку влияет очень даже не первый день нахожусь в этом лагере на детей просто смотрю но для детей по моему это отдых и наоборот какое-то отвлечение и радость плюс ко всему это воспитание достаточно такой серьезный идет и дети они вот то что они сейчас выполняют это им пригодится и в дальнейшем для жизни вот такое можно сказать бережное сопровождение спасенного явная панацея от штрафных баллов в отличие от вчерашнего маршрута выживания где аккуратность выполнения технических элементов было превыше всего здесь в акватории все команды действовали очень осторожно никаких дисквалификаций не случилось впрочем остальные два этапа дневной программы бассейн и спасение в автогена и катастрофе проходили параллельно и одновременно поэтому первые комплексные итоги состязаний с определением фаворитов и аутсайдеров можно будет подвести только в пятницу время собирать иван-чай по всему северному полушарию в конце июня начале июля зацветает кипреи в нашей стране испокон веков растения использовали для изготовления горячего напитка традиция сохранилась по сей день а о том как самостоятельно собрать и заготовить листья кипрея расскажем далее с древних пор на руси настой из иван-чая употребляли как напиток и лекарство от различных хворей впоследствии русский напиток оценили в европе не только за вкус но и за содержание отвар из листьев кипрея содержит в три с половиной раза больше витамина c чем лимон богатый ван-чай витаминами группы b которые хранятся в нем даже после заваривания также он является мощным антисептическим и противовоспалительным средством по этим характеристикам он превосходит многие лечебные травы поэтому из россии продукт экспортировался до революции 1917 года в европу огромными партиями хотя его сбор и заготовка сложный процесс проходящий в несколько этапов собираем мы его на пике цветения это конец июня середина июля вот стараемся собирать в предобеденное время после схода росы вот первый этап у нас идет сборка собираем только верхние листья примерно 15-20 сантиметров от цветка корнем из иван-чая можно сделать зеленый желтый или черный вид чая это зависит от времени ферментирования естественного брожения чай легкой ферментации обладает фруктово-цветочным запахом вкус нежный мягкий средняя ферментация дает терпкий вкус с легкой кислинкой глубокая ферментация отличается темным насыщенным цветом и таким же вкусом это отдельный самостоятельный напиток ничем я считаю не уступает по вкусу и полезным качествам чая при том что он абсолютно безвреден в отличие от обычного чая который содержит кофеин иван-чай как раз наоборот очень здорово у тех у кого высокое давление он его понижает у кого низко повышает то есть нормализует вот и в принципе все как бы процессы организма он восстанавливает сегодня многие возвращаются к истокам собирают и заготавливают иван-чай самостоятельно и хотя процесс заготовки крайне трудоемок заниматься этим можно только с большой любовью и терпением древний напиток из года в год все популярнее марина романюк михаил лазуткин телекомпания город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3d в город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго а